Приветствую вас, аноним. Очень жаль, что вы задаете свой вопрос анонимно, потому что хотелось бы обратиться к вам по имени. Вот. Смотрите. У вас очень низкая снация, снация. У вас очень низкая, потому что вы не думаете, что с вами может что-то быть по собственному выбору. Вы очень тревожный человек. Именно из-за тревожности своей вы не можете забеременеть. То есть, это дело не за здоровье, скорее всего, скорее всего, а в психологических блоках. То есть, я хочу сказать, что вы не уверены в себе. Очень сильно не уверены в себя. И из-за того, что вы не уверены в себе, очень сильно, естественно, вас на это все напрягало. То есть, вы боитесь, боитесь в какой-то степени. Вы боитесь личной ответственности, потому что дружите с экстрасенсом. Экстрасенс, он нужен как раз для того, с точки зрения психологии. Нужен как раз для того, чтобы эту ответственность себя перескинуть на другого. Ну, на что-то другое, на кого-то другое. Вот. Знаете, я думаю, первое – это работа за наценки, второе. Второе. Что важно. Зачем вам ребёнок? То есть, почему я так сильно хочу ребёнка? Это тоже очень важный момент, на самом деле. Ребёнок не может быть, в принципе, самоцелью. Ребёнок может быть только следствием, например, ваших отношений с мужем, да? Но он не может быть самоцелью, в принципе. Как бы. И тот факт, что вы хотите быть мамой, вот именно тот факт, что вы хотите быть мамой, говорит о переносе на ребёнка ответственности за то, что вам нужно. за то, чего вы хотите, за то, в чём вы нуждаетесь. Ничего хорошего из этого не будет для вас. Ничего хорошего. То есть, свои собственные желания вам нужно реализовывать самостоятельно, без ребёнка, без участия ребёнка. Вот. Это очень важно для вас и для будущего ваших отношений. Вот. Понимаете, о чём вы делаете. Дальше. Вы боитесь потерять мужа, потому что что? Опять же, для чего он вам нужен? Я имею в виду муж. Что вы боитесь потерять? Мария. Ой, она не, извините. Я под этим клиент отвечаю. Его Мария назвала. Вот. Что вы боитесь потерять? С вот как раз, ну, с уходом мужа от вала. Вот. Чего вы опасаетесь? С этим тоже желательно разобраться. Потому что это важно. Очень. Разговоры о том, что вы хотите семью и что пора уже рожать в 35 лет, но это не совсем то, не совсем те аргументы, которые можно использовать для обоснования желания стать мамой. Не совсем. Потому что получается, что ребёнок это некая такая галочка, которую вы хотите в обязательном порядке себе поставить. Вот. И, соответственно, чтобы сказать, да, я стала мамой. Да, я что-то получу, что-то, ну, я вот что-то, приобрету, либо что-то приобрела. Вот. Но на самом деле ничего не приобретается, к сожалению. Вот. Ничего. Вы ничем не обогащаетесь. Это вот по всём счёту иллюзия. Вот. Что и семья, и дети обогащают. Вот. Потому что если вы ничем, не обогащаете себя сами, то ничем вас не обогащает семья и ребёнок. Вот. Дальше. Вы не доверяете мужу. Если вы не доверяете мужу, это означает, что вы не доверяете по сути сами себя. Я уверен, что есть причины, по которым вы не доверяете сами себя. И с этими причинами, на мой взгляд, нужно работать. Нужно работать. Нужно работать с причинами, по которыми вы сами себе не доверяете. Вы не доверяете своим чувствам. Вы не доверяете своим ощущениям. Вы не чувствуете себя защищённым. Вы склонны всё контролировать. В том числе и через экстрасенсы. Только потому, что не доверяете себе. Вот. Ну либо из-за сверхмотивации. То есть у вас вот есть, ну может быть, сверхмотивация, быть с мужем. Вот. У вас может быть сверхмотивация. Но это, тем не менее, всё равно не убирает того, что вы зависли от контроля. И что вы не доверяете сами себя. Вот. Поэтому с доверием, себе с доверием своим чувствам, то тоже нужно работать. И тоже нужно вам помочь. Потому что, если вы перестанете бояться, если вы начнёте доверяете своим чувствам, то наравне, как бы, в экстрасенсе отпадёт. Вот. Далее. Вы внущаемый человек. Ну мне вот так вот показалось, что вы достаточно внущаемый человек. Если я прав, то в таком случае, я думаю, имеет смысл поработать с теми интроектами, которые у вас имеют место быть. То есть отделить свои мысли от мыслей других людей. Ну вот. В частности, когда вы, допустим, говорите про недоверие своему мужу, говорите ли вы о том, что думаете сами, что является следствием, результатом вашего опыта. Или вы говорите всё-таки больше про то, что вам говорит экстрасенс. Это очень важный тоже момент. Понятно, что внущаемость происходит из-за того, точнее, проистекает из-за того, что вы опять же не уверены в себе, да, то есть вы не доверяете себе. Но здесь важно научиться именно распознавать интроекты. То есть вот чужие мысли, чужие мнения, вот, чужие слова, чужие слова. Чужие, чужие, чужие взгляды, вот, и все чужие. Вот. Очень важно, что вы это делать перестали. По-моему, что, ну, вот. В своей жизни вы не живёте. Итак, значит, выпишите. С первым супругом мы поженились по глупости. Что такое поженились по глупости? Значит, то, что вы объясниваете свои желания, свои чувства. Нужно понять, что именно вы объясниваете и почему. Значит, если бы, если бы, у вас, к примеру, было бы всё хорошо. Ну, то есть если бы вы эмоционально завершили, вот, те предыдущие отношения с моим первым, то вы бы не считали, что это была глупость. Потому что всё, что происходит, в том числе, в ваших отношениях, глупостью не является. Это опыт, это опыт, в первую очередь, необходимый вам, домой. Так что, с обесцениванием своего опыта я рекомендую вам начать. Вот я рекомендую вам, с обесцениванием своего опыта, прям, начать. Вот, начать, ооо, как, вот, ооо, ну, как самое такое, ооо, простое. Что я обесцениваю свой опыт. Да, я обесцениваю свой опыт. Почему я его обесцениваю, ооо, почему я считаю, что это была глупость именно. Вот, вот, вот в этом направлении нужно работать вам. Слушайте, а сейчас, а потому что сейчас мы ваши отношения сможем, ну, не совсем, да, здоровые. Давайте будем, как бы, честны. Вот, они, да, они, отношения, они держатся, держатся, по сути, на, вот, каком-то контроле сейчас. Вот, ну, я очень, я очень надеюсь, что вы понимаете, я очень надеюсь, что вы понимаете, что ничего, ничего хорошего в этом нет. И, в принципе, быть не может. В том, что вы отношения свои держите на контроле. Вот. Дальше. Сейчас мы пытаемся забеременеть сами, но каждый месяц ничего не выходит. Ну, счетом тех страхов, той тревогенности вас стоит, вы не расслабляетесь. Вы не расслабляетесь, не можете забеременеть, вы не чувствуете себя в безопасности, вы не ощущаете себя в безопасности и не можете забеременеть. По этой причине. Потому что, когда человек, когда женщина не расслабляется полностью, да, она, ну, как бы, подсознательно себя защищает, таким образом, от беременности. Потому что беременность, ну, делает ее, более, более, более уязвимой, скажем так. Вот. И поэтому вы не мастер и беременности. Ну, что касается дружбы с экстрасенсом, то я полагаю, это не совсем дружба. Но, вот, это, скорее, потребность в ней, ну, в экстрасенсе, я имею ввиду. Сложно назвать дружбой те отношения, где вы, по сути, находитесь не в равных позициях, где вы находитесь в зависимой позиции от нее. И где вы, по сути, вот это, ну, прислушиваетесь к ней практически без оглядки. Она просто питает ваши страхи, по сути, по сути дела. Ну, вот. Ну, касается сложности детей, то здесь, скорее всего, человек, который проявит на вас свои призывания, что свой опыт негативный. А-а-а, вот. И... Такая вот история. На этом все. Я, вроде бы, все рассобрал. Вам, наверное, поработать с вашей зривойностью, больше доверять себе с самооценкой, с самодостаточностью. И все у вас, я уверен, будет хорошо. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.